Привет, друзья! С вами Кирдекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Slime Rancher 2. Мы с вами остановились на том, что открыли новый остров, на котором даже успели немножечко побегать, найти там немножко нужных нам ресурсов. Но, к огромному сожалению, мы не нашли последний ресурс, который нам нужен для хранения воды, и скорее всего, что эта вода нам пригодится для уничтожения этих неприятных товарищей темных. С нами кто-то хочет опять связаться, поэтому мы сейчас с ними пообщаемся и двинемся дальше. Так, с нами этот товарищ Виктор хочет, шо надо? У меня 3x у меня получилось, походу я взломал тот суперзагадочный код, который мне отправили. Это было невероятно сложно, кажется, умственные способности ИИ, написав, что этот код не уступает моим собственным. Так высоко развод, как инопланетянин? Тебе наверняка интересно, что я там прочел, что же я выяснил, что это таинственный или, может, даже инопланетный ИИ, послал сообщение, где было привет. Это немного, но любезности тоже имеют значение. А что еще важнее, в тот момент, когда я взломал код, пришло второе сообщение. Как будто этот таинственный ИИ следит за мной, как интересно. Я еще не расшифровал код, но он существенно сложнее, наверняка будет весело. Что ж, как всегда, возвращайтесь к работе. Это был самый бесполезный звонок в нашей жизни, спасибо большое. Так, Огден Ортис. Ола, Бэтрикс, ты там, это я. Огден Ортис. Слышал, ты бросилась навстречу этому большому приключению на таинственном острове, где много загадок опасностей и, может, даже... Сукколетных фруктов и овощей, каких в мире еще не видел. Ну, а ты же знала, я не мог не спросить. С тех пор, как ты начал стабильно приносить мне фрукты кукодобой, я достиг таких высот кулинарии далеко-далеко за предель. А еще просто обеялся пироговым с кукодобой. Суфлей с кукодобой, пудинг из кукодобой, кукодобового конкорде, кукодобовый конкукодобой, окей. Так, у меня закончились идеи сила воли, так что, если увидишь что-нибудь новенькое, прошу, расскажи мне все. Кроме вкусняшек, я хочу узнать больше о тамошней флоре и фауне. И никогда не забывай, каждая частичка этого дикого мира бесценна и заслуживает нашей заботы и уважения. А еще почаще петь там водичку. Все эти приключалочки заставят попутеть, так что прихвати с собой этот водопроводный кран. Портативный кран. Так. Я тебя понял. Удачи, Беатрикс. Держи меня в курсе, балю за тебя. Я за тебя, конечно, не болею. Но если я правильно понял, нам все эти технологии добавляются в виде изучаемых технологий. Сейчас мы проверим. Надо убедиться в этом. Так, открываем. Ага. Гидротурель у нас есть. Она требует тоже, кстати, плор лужицы. Ну и бумплорд, который у нас тоже нет. Так, и создает источник, освежающий питьевой воды. То есть, вместо того, чтобы бегать туда в пещеру, по всей видимости, мы сможем иметь собственный источник. Но здесь нужна еще какая-то лучистая руда. Поэтому пока не торопимся. Так, вот. Желтый телепорт домой, односторонний телепорт обратно в оранжерею. Вот это мне очень нужно. И самое удивительное, у меня все для этого есть. Так, и разгрузочный коллектор, да. И по декору у нас здесь, естественно, изумрудный кипарис. И небольшой валун, который мне не нужен. Так, телепорт меня очень интересует. Я не знаю, как мы его будем устанавливать. Но да, давай сюда. 250 копеек отдали. Чтобы разместить устройство, нужно включить вот это. Все, понял. Тогда больше ничего не трогаем. Телепорт я поставлю, наверное, наверное. Ну, раз мы швендием здесь, то логичнее было бы всего поставить его вот тут. По какой причине? По той, что мы... Я не знаю, просто отсюда будет телепорт или отсюда будет телепорт. Скорее всего, отсюда. Ну, в общем, поставить его здесь, чтобы мы могли с нашего первого острова уже тпшнуться сразу же домой. И не мучить жопу. Правильно? Правильно. Поэтому двигаемся туда. Так, хорошо. Из того, что мы исследовали, мы узнали, что... Я думаю, что мы сейчас сразу на второй остров пойдем. Мы забьем болт сейчас пока на все остальное. А мы пойдем на второй остров, и нам нужно будет постараться найти эти лужицы. Если все-все-все срастется, будет вообще супер гуд, если мы сегодня получим контейнер для водички. Ну, а если не сложится, ну, ничего страшного. Переживем. Что, первый день, что ли? Так, давайте я овощи соберу, на всяк пожарный. Вдруг лужицы любят овощи. Правильно? Правильно. Лучше перебдеть. Так, не туда вышел. Тыгадык, тыгадык, тыгадык. Я не понимаю, только что вот это отмечается розовым. А, это просто деревья. Более симпатичные. Понял. Я думал, что какой-то ресурс отметится. Но нет, размочтался. Так, здесь у нас разгруз... А что здесь кот забыл? Кот, ты что сюда пришел? Уходи. Тебе тут не то, чтобы место. Так, вот наша центральная площадь. Разгрузка вон там, недалеко. Так, отдайте овощи. Так, фрукты сами кушайте. Это тоже сами кушайте. И телепорт у нас вон там. Я думаю, что можем прямо вот здесь фигануть. А-а-а. И шо? Так, я переключаю, никаких устройств нет. А-а-а, мне помечает, где я могу поставить. Ах ты ж мразь такая. Ну ладно, здесь все равно вариант. Так, где у нас телепорт? Установить тип. Проверять мы его, конечно же, не будем. Нажмите для активации. А, я его могу еще установить так, как нам надо, да? Ну давайте вот так. Так, уничтожить это устройство. И освобождать место нового. Снести? Нет. А, стоп. Сейчас уберу режим. Твою мать, он уже активен. Правда, он тпшит меня почему-то с краю нашей базы. Окей, короче, я двигаюсь на второй остров. Так, проблема с этим телепортом. Только что его не активируешь, а ты в него просто становишься, и тебя уже выносит нахер. Ну ничего страшного. Я начал что думать. Если мы лужицы будем... Если мы их найдем, то, скорее всего, они будут питаться водянистыми этими овощами. Которых у нас сейчас не имеется. Это кто такие? Это что, фосфорные днем? У вас здесь настолько плотная атмосфера, что фосфорным норм бегать или что? Ну, шикарно жить не запретишь. Ой, бляха, здесь же люки. Я забыл. Я забыл, забыл, забыл. Так, уходим. Докуда мы тогда дошли? Мы дошли внутрь. До переправы. Но мы особо не прыгали по гейзерам. Поэтому сейчас мы за это и возьмемся, наверное. Гейзер, запульни меня. Давай, бдю. Бдю. Как-то херово гейзер справляется. А ну-ка еще разок. Отлично. Скалистый слайм. Так, ну давайте мне на пробу понадобится пару ваших этих. А чем вы питаете? О, они агрессоры что ли? Они что, пинают других слаймов? Ах ты говно ушастое, а? Ладно, это их разборки нас мало интересуют. Так, я технически могу перепрыгнуть туда. А вон и руда, по-моему, кстати, видите? А вон, по-моему, и руда. Да, только... О, боже, здесь еще и комбинация появилась. Уйди. Вот здесь, мне кажется, без реактивного уже никак. Так, тут я тоже не запрыгну. Вот здесь только есть шанс запрыгнуть. И то такой себе. Хэтч. Нормально. Так, смотрим с высоты. О, боже, там еще и здание какое-то есть. Тут уже черные бегают. Ёппересете. Это херово. Так, выше я не залезу. Значит, и не суемся. Да, вон кусок руды. Так, а здесь куда я могу выйти? Здесь я могу поверху немножко пробежаться. Еще могу пробежаться. Вот эту штуку можно забрать. Хотя здесь вроде бы есть еще куда залезть. Да слушай, здесь по горам прям путешествовать нужно. Короче, вон есть пещера, куда точно надо глянуть. Тут тоже уже черные бушуют. Поэтому давайте я аккуратненько сползу. Так, давай сюда. Тыц. Здорово, хлопцы. Так, активация. Ага, мы открыли только часть острова. Так, вот там есть, судя по всему, вулканчик. И, скорее всего, там есть что-то полезное. И новые. Но мы пока не торопимся. Мы ждем гейзер и улетаем нахер. Я не подпрыгнул. Это я зря. Так, сейчас я буренько гляну, что здесь. Ну, сюда можно скидывать товарищей. Товарищей темных. Так, давай на тебя понадеюсь. Вот туда. Гот. Нет. Оттуда мы точно не дотянемся. Вот так вот, отлично. Так, здесь у нас пещерка. Справа что-то крыхтит. Ну, мы сейчас быстренько тут пробежим. Что такое? Ты кто? Ты мялкалка. Мялкалка пусть живет. Так, и эта пещера ведет нас в неизвестность. Вы собираетесь? Нет. Тык-дык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Я уверен, что лужицы где-то уже сзади. Были мы их пробовали или нет? Вы кто? Признавайтесь. Это кристальный слайм. А ты кто? Нет, топорик слайм. Но он вроде бы не злой. Он кушает фрукты и выделяет что? Теть, твою мать. Я не хотел прыгать вообще-то. Так, это кристальный плорт. А нету прыгчевого, что выделяет? Ничего. Тут еще кристаллы их, естественно. Короче, мы нашли кучу новых слаймов. Но не тех, которые нам нужны. О боже, я боялся утонуть сейчас. Так, давайте я еще стырю у них морковь. Она мне точно пригодится. Так, там дыра. Там тоже смерть. И там сидит очень жирный кристальный парень. Но тут уже точно... Тихо. Тут уже точно не обойтись без этого. Без ранца. Поэтому отсюда можем уходить. Отсюда можем уходить. Надо найти сверхвлажную какую-то атмосферку, по всей видимости. И там мы найдем лужиц. Если повезет. Но я уже слышал, что в округе очень много черных. И это плохо. Так, ты нас куда ведешь? Опять к ранцу. Здесь мы точно не перелетим. Вон там мегавулкан. Так, хорошо. Эту часть мы разведали. Вот там какая-то штука еще есть. А ну-ка. Давайте-ка я быстренько проверю. Так, три, два. А, Ладын! Что ты такое? Это какая-то статуя кота. Только это скорее не кот, а какая-то белка. Хотя по хвосту не белка. Так, вот здесь есть гигантская ракушечка. Короче, ты пока лежи все равно здесь. Потому что я тебя потом потеряю. Так, ракушечка. Никакого функционала не имеет. Ты что такое? Про нефть! Нормально, мы очень много новых ресурсов нашли. Еще бы найти, куда их задействовать. Было бы вообще супер. Так, тут агрессоры. Нас будут скорее всего кусать. Бить. И может что похуже. Так, а вообще что забираем? Так, что вы едите? Вы едите только мясо. Это мурмяу бум. То есть с них мы сможем получить зажигательные те... А я здесь умираю, нет? Нет, я здесь вроде не умираю. Я пройдусь, ребятки. Я пройдусь, я вас не трогаю. Я просто погуляю. Так. Короче, эти ребята нам точно нужны будут. Это факт. Так, там есть этот... Гейзер. Давайте я быстренько сдрисну. Гейзер, унеси меня. Куда ты меня можешь унести? Вон туда меня только можешь унести. Ох ты ж, ебпарат. Они тушатся или нет? Они не тушатся. Обидно? Так, тихо, тихо, тихо. Не убейте меня, пожалуйста. Я хочу жить вообще-то. Нет, не долечу. Я еще не знаю, лава меня убивает. О, лава меня убивает. Понял. Все, вопрос закрыт. Короче, сюда рановато. Здесь мы просто аллюлимся. Пока что взрывной нам не надо. Ну как, по идее он там нужен был нам. Но его собирать достаточно будет сейчас сложно, потому что у нас мяса с собой нет. А товарищи, которые нас хотят аллюлить, есть всегда. Так, что у нас все тут-то? Тут мы выходим в левую часть острова. Огненные цветки, это плохой намек. Это опять скалистые, обычные взрывные блобики. Где? Нет топори тоже здесь есть. О, там какой-то новый овощ. Так, он его скушает? Ёпарес, это что они творят? Ясно. Да, бумслайм чистый. Без примесей всяких гадов. Ёпарес, это кристальный бумларга. Это звучит... Вот обо что я опять улетел? В небеса. Так, давай. Судя по всему, мы овощи здесь не задействуем. Я их, скорее всего, домой донесу. От-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Так, хорошо. Запоминаем, всё запоминаем. Так, вы ж не из люки? Вы не из люки. Вы просто зубастые. Шарик. Шарик, шарик. Бляха-буха. Нету лёд. О, тут ещё и кристаллы есть. Короче, здесь слишком много ресурсов. Меня это аж пугает. Так, главное не искупаться, не искупаться. Нормально. Зацепился за что-то. Самое обидное, что, по идее, разгон не даёт нам более хороший прыжок. Но я так в это верю, что постоянно его юзают. О, вы меня тут навалили. Лорд, не топори. Надо будет посмотреть, чей вообще дороже всех. Можно будет бегать... О, тут ещё и руда, кстати, есть. Так, ребята, вот это мы тогда оставляем. Ничего личного. Так, не мешайте мне, пожалуйста. Хат-ч! Отлично. Так, это та самая руда, да? Ай-еп. Лучисто, это мы уже видели. Это нам точно пригодится. И что мы получили? Сталагмит. Супер. Как я хотел сталагмита, господи. Кто-то сколько знал. Так, и здесь у нас выход на самую окраину. Которая представляет из себя что? Которая представляет из себя ничего. Я правильно понял? Да, здесь скоты. Стоп, ты кто? Скалистый. Скалистый. О, вот это мне надо. Давай, давай, давай сюда. Всё, мне пять штук. Нам как раз в каком-то грейде нужно было пять. Мне вот эти камушки странными кажутся. Вон камни, вот здесь камни, вон там камни. Чтобы что. О, бляха, там черт появилась. Ме, я только хотел посмотреть, кто там есть. Ну ладно, в любом случае спускаться. Так, мы находимся на самом краю. Здесь у нас есть залёт наверх. Он меня в чистом виде не интересует. Фосфорный вахеря. Понимаю. Так, тут я не залезу. Стоп, а где я залезу? Тут суицид. Хорошо, верни меня назад. Ну почти. Давай ещё раз. И... С божьей помощью. Ай, иди ты в шуб. Давай. Почти, почти. Почти, почти, почти. Оп, всё идеально. Так, водопадик за водопадиком. У нас там, кстати, что-то есть. За водопадиком что-то есть, но я отсюда больше не заберусь, да? Эй, еп. И, соответственно, разве что вот так попробовать. А нет, я всё равно не доберусь, что там за... Бляха, тут скользкий камень. Я всё равно туда не доберусь. То есть туда мы могли добраться только оттуда, но я поторопился. Понимаю. Так, ты кто? Удильщик. Удильщик это, конечно, хорошо, но это не то, что мне надо. Так, это комбус удильщиков. Хотя, что это за ресурс? Это фосфорный? Это плорт-удильщик? Просто у него нет этой. Лампочки нет. Поэтому я его не признал. Так, тут опять агрессоры какие-то сейчас будут. Агрессивные фосфорные? Мужики, ну вы чё? А, это фосфорные удильщики. Бляха, там суицид. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ухожу, 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 ухожу. Всё-всё-всё-всё, спокойно, без пены. Так, тут повымирала куча розовых. И в этом идее мы вернулись в основную часть. Ну, что я могу сказать? Меня смущает отсутствие лужиц. Очень сильно смущает. Сейчас попробуем, где эта пещера была. Вот, здесь отмечена пещера. И вот эта часть. И мы в них так и не зашли. Как я понял. Так, здесь входа нет. Здесь входа нет. Сейчас я всё понюхаю, проверю. Не пикайте, пожалуйста. Не мешайте. Вот здесь есть обход. Нам надо найти туда проходик. Я уверен, что там что-то вкусное есть. Лол. Камушки с гравировочкой. Так, хорошо. Если здесь прохода нет и здесь прохода нет, значит он должен быть в дальнем краю. Правильно понимаю? Вроде бы как да. Ой, блях, опять чёрные полезли. Подождите, я лужицу найду, я вам дам люлей. За всех за нас, как говорится. Вот эта штука мне не нравится. Как будто бы я здесь должен пролететь. Так, а я отсюда смогу туда допрыгнуть? Технически вроде можно. Технически, но я не уверен. Так, а ну-ка. Хобача. Так, это я куда? Вроде бы правильным. Или нет? Здесь что-то есть? Нет, он умер. Здесь ничего нет. Туда я перебраться просто так не смогу. Давай сюда, сюда, сюда. Не-не-не. Нельзя, да, на гору? Если нельзя на гору, то я и сюда не смогу попасть. Хорошо, проверим. Самый страшный эксперимент. Нет, высоты не хватит, чтобы сюда долететь. Но тогда у меня много вопросов. У меня много вопросов, потому что вот здесь остается гигантская закрытая зона. В которую мы пока не нашли способ попасть. Так, эта пещера у нас выводит скалистым. И мы опять упираемся в эту гору. Так, если посмотрим отсюда... Тихо. Если мы посотрим отсюда... Но там, если есть проход, то он чисто в гору. Другого как бы быть не может. Так, давай сюда спустимся. Тут опять орудуют черные, ребятки. Тут опять ракушка-то есть. Я не знаю, может, на ней что-то завязано. Так, там нефть, там прохода нет. Так, еще раз. Давай, 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 давай. Красавелла почти, почти, почти. Давай, нормально. Вот у нас вход в пещеру. А нам нужно попасть в эту пещеру. Так, а ну-ка. Ракушки, походу, просто декоративные. Они не имеют никакого функционала. Здесь нас никуда не ведет. Здесь просто возвышение. Сейчас я попробую пройти через пещеру путем поворотов направо. Как вам такая опция? Вот мы здесь уходим направо. И мы должны выйти вот на ту зеленую полянку. Но, бляха, здесь прохода нет. Мы здесь уже были. Это я прекрасно помню. Просто, может, я уже был в той зоне, но я попутал. Сейчас глянем. Так, здесь каменюка. Здесь не пройти. Здесь жиру бесятся. Скалистые нетопыри. Так, тут точно я умираю? Сто процентов. И, по идее, вон туда, если я доберусь, то я, скорее всего, смогу попасть в новую локацию. Другой опции я вообще не вижу. Ну и вот сюда, если мы залетим, там здоровяк. Может, с ним как-то еще добазариться можно. Короче, ясно. Походу, нам не светит. Ой-ой-ой, черные здесь появились. Ой-ой-ой, отмена. Текам, 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 текам. Короче, опции у нас, по-моему, просто другой теперь нет. Я, конечно, поищу еще лужиц, но пока похоже на проблему. Возможно, лужицы вообще были на первом острове. Как бы это тоже отменять нельзя. Но руду нашли. Это хорошо. Нашли огненных тоже замечательно. И я думаю, что надо будет в этом направлении поработать. Я, наверное, сюда сгоняю, соберу все, что нужно будет для апгрейдов. Сейчас, кстати, можем глянуть быстренько, что там за апгрейды. Я помню, я что-то очень хотел. И на что-то из этого мне сказали, нужен огонь. И я такой, ну и хер с ним, так и быть. Обойдемся. Так, телепорт. Вижу, все, текаем. Надо бы, вообще-то, наверное, еще... О, стоп, стоять. Все, захопотили? Три штучки. Нормально, у нас будет запас, дай бог. Надо проверить, могу ли я еще телепорт сделать. Потому что если могу, то это просто будет восхитительно. Дом, милый дом. Вернее, менее. Так, отлично. И мы появляемся сразу же под телепортом домой. Боже, они что, танцуют? Какой ужас. Так, возвращаемся. Загружаем нефть. Загружаем камни. И давайте покормим наших ребят. Я думаю, что я от розовых этих обычных откажусь. Мы будем все-таки проводить комбинации. Злостные. Давайте я им вообще кормежку поставлю. Так, автокормушка. Просто не забывайте ее пополнять. Давай. Диана. Вот она, да? Так, автокормушка. Черепашки-кролики. Это что? Это как много они едят, что ли? Так, держите, ребяточки. Бон аппетит. Я не знаю, как она будет работать. Нажмите для активации. А, я могу выбрать, сколько их кормить. Ну, по чуть-чуть кормите. У нас, оказывается, здесь два сбора есть. Как раз для желтых и для розовых. Так что все норм. Они там накормятся, а эти, скорее всего, помрут. Я, кстати, не знаю, они могут вообще помереть или нет. Вот и увидим. Вот и узнаем. Так, давайте загружать все наши эти материальчики. Уже не зря сходили. Так, смотрим. Так, хранилище водицы. Да, у нас остаются нужные лужицы. Вот здесь нам нужен был бумплорт. Технологичные скороходы, которые обязательно надо бы сделать. Почему, кстати, до сих пор хп не поднял? Вопрос. Вопрос без ответа. Здесь мы заградили максимум. Вот, реактивный ранец. Это фосфорные плорты и лучистая руда. То есть я еще раз бегаю за рудой. И будем кайфовать, скорее всего. Ну и, собственно, сапожки тоже было бы неплохо заделать. Я, правда, не увидел, чем питаются бумплорты. Но мы разберемся. Так, и еще раз надо глянуть на цены по плорту. Может, будет смысл по пути еще нахаботить какого-то определенного плорта. Так, скалистый 54. Вот этих товарищей с фонариками 43. Кристальный 65. Вы понимаете, да? За один плор 65. Так, можно воровать тогда кристальных? Сейчас у нас есть инфа по кристальным. А, а в какой момент мы получаем инфу? Вот в чем вопрос еще. Когда мы их уже захоботим, что ли? Так. Они едят все? Серьезно? Окей. Короче, суть в том, что нам нужно будет их в любом случае забрать. Кристальный меня интересует больше всего, но я не знаю, что по их хранению. Что для их вольера нужно будет сделать. И вот этот меня интересует больше всего. Я не знаю, какого плорта, точнее, какого слайма это плорт. Но 400 за штуку? Это дохера. Будем честны, это прям очень много. С этим надо будет точно разобраться. Так, кормежка пошла? Вот это меня больше всего поражает. Они условно довольны, но кормежка не идет. Так и должно быть. Давайте-ка я перепроверю. Автокормушка регулярно бросает еду внутрь загона. Ну, давайте поднимем до максимальной скорости выброса. Я так понимаю, что это максимальная скорость выброса еды. И посмотрим, к чему это приведет. Пока они выглядят так себе. Честно говоря. При том, что ни один овощ не задействован. Ну, хорошо, проверим. В любом случае, мне нужно будет сейчас бежать далеко и далеко. Собрать эти все ресурсы, притарабань, пушить апгрейды. Явно того стоит. Пока что, ребятки, я сделал с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать в видео и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.